Всем привет, друзья! Это третья часть фан-анимации Сэйтама против Гоку. Прежде чем начать, хочу представить вам автора этой анимации Этой Лиг Ван Анимэшнс, который, кстати говоря, в одиночку делает эту огромную работу. И, естественно, он нуждается в нашей с вами поддержке. Давайте поддержим его донатом и на Патреоне. Думаю, ему будет очень приятно. Ссылка на его оригинальное видео будет в описании. И еще, друзья, как вы знаете, мне тоже нужна ваша поддержка, ибо на Ютубе у меня нету монетизации. Вы также можете поддержать меня донатами, если хотите. Ссылка будет в описании под видео. Ну а с вами, как всегда, Аниманго, и мы начинаем! Сэйтама против Гоку. Часть третья. Я должен идти на распродажу Геоносу. О! Он опять поднялся? Да кто он такой? Не могу сдвинуться. Как он это? Он быстрый? Геоноса! Геоноса! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как и ожидалось, нужно больше времени, чтобы победить его. Я перейду на следующий уровень. Он как-то изменился. Я уже не могу попасть по нему. Куда он делся? Я избавился от своих ненужных эмоций. Теперь мы поменялись местами. У тебя ничего не получится, если не выложишься в полную. Как мне его победить, если я не могу даже попасть по нему? Надо что-то делать. Не может быть! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я чувствую поток энергии, исходящий от него. Это его ответ на ультра-инстинкт? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Невероятно. Я всегда заканчивал все свои бои. Одним ударом. Я стал настолько сильным, что мне аж стало скучно. Но у меня такое чувство, что этот парень отличается от монстров, с которыми я сражался. Он не просто отбивает мои удары, но и вызывает во мне чувства, которые я не испытывал с тех пор, как стал героем. У меня впервые мысль о поражении. У меня сомнение и волнение одновременно. Нет, это другое. Я действительно счастлив. Мне придется выложиться на полную, чтобы иметь шанс на победу. Теперь я сильнее благодаря этому чуваку с меняющейся прической. Наконец-то я достиг этого. Меня буквально распирает эта раскаленная аналитика. А вот и я! Что ж, погнали! Я правда рад, что столкнулся с таким сильным противником, как ты. Ты действительно очень силен. Ты тоже неплох. Я тебя недооценил. Не думал, что ты заставишь меня использовать силу, которую у меня никогда не было возможности испытать. Я думаю, что сейчас самое время использовать всю нашу силу. Но, возможно, Земля не выдержит, поэтому, думаю, нам лучше подняться чуть выше. И биться в полную силу. Звучит круто. Погнали! Ты ерунда! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А? Какорота? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты ничего не можешь с собой поделать, не так ли? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, если эти двое продолжат сражаться, то устроят катастрофу. Не могу представить, что произойдёт. Да и никто не способен остановить этих двоих. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С новой силой он может противостоять моему ультра-инстинкту. Каким будет исход этого боя? Мы сражаемся практически на равных. Но победит тот, чья воля сильнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я быстро закончу этот бой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чего? Что такое? Кубы очень сильно реагируют на это. Неожиданные столкновения нарушают баланс космических сил во Вселенной. Это может сломать печать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всенаправленный, серьёзный удар. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СМЕРТЬ! С-с-слишком поздно. Мне не увернуться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что случилось? Неужели я умер? Нет, но я чувствую, что израсходовал всю свою энергию. Неужели это конец? Не уходи сейчас, Попо. Это вы мастер Роши? Все-таки ты еще не понимаешь основ. Мы изучаем боевые искусства, чтобы победить самих себя. Если ты фокусируешься только на силе своего противника, то ты все еще новичок. Вспомни все, чему тебя учили твои мастера. Будь спокоен, как небеса. И быстр, как гром среди ясного неба. Слишком много потрачено в пустое движение. И вот почему ты быстро выдыхаешься. Хочешь быть лучшим во вселенной? Тогда ты должен тренировать не только свое тело, но и, конечно, свой дух. Не позволяй разуму контролировать свои движения. Каждая часть твоего тела должна действовать сама по себе. Загляни в свое сердце, Гоку. Там ты найдешь ответ. Загляни в свое сердце, Гоку. Дело плохо. Это твой конец! Он остановил Камихамеху. Интересно, откуда у него столько энергии? А этот парень действительно потрясающий. Я встречал множество сильных противников. А сейчас я встретил этого парня. Он также силен, но по-своему. Я понимаю, что ты герой. Сначала я думал, что ты становишься сильнее, потому что тебе есть что защищать. Это бы все объяснило. И, возможно, что дело как раз в этом. У меня тоже есть дорогие мне люди. Но это не единственная моя мотивация. Я хочу расширить свои лимиты. Чтобы иметь шанс с такими противниками, как ты. Теперь я могу признать, что ты впечатлил меня. Ты быстро приспособился к моему стилю боя. Стань сильнее и вернись, чтобы сразиться со мной. Я буду ждать тебя. Может, мы бы тренировались вместе, кто знает. В любом случае, не могу дождаться, когда мы вновь поговорим. Субтитры создавал DimaTorzok Какая сила духа. Это все еще не конец. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Эй, Гоку, вставай! Вот, прими сензу. Крайлин, это ты? На мгновение я подумал, что ты это тот парень. У вас одинаковые головы. В общем, я шел к дому мастера Роши. Услышав шум вашей драки, я решил посмотреть, что происходит. Слушай, у тебя еще осталось сензу? Если да, я бы хотел, чтобы ты дал одну этому парню. А кто он вообще такой? Продолжение следует. О-о, что ты мне только что дал? Ко мне вернули все мои силы. Мы называем это Сензу. Оно исцеляет даже самые серьезные раны. О, ну спасибо. Это была потрясающая битва, не так ли? Согласен, я получил удовольствие от этого боя. Благодаря тебе я раскрыл свой потенциал, о котором даже не подозревал. Но все равно есть некоторое разочарование, потому что я не смог выиграть эту битву. Для меня это тоже не победа. Единственный способ узнать победителя, сделать это в другой раз. Мне нужно к мастеру Роши. Увидимся. Кстати, я только что понял, что тоже могу летать, как ты и твой друг. Это странно. Да, я попросил Шенрона дать тебе эту способность. Мне нужно немного размяться. Я бы хотел встретиться лицом к лицу с самым могущественным человеком на планете. И еще, не могли бы вы стать судьей этого боя, чтобы он был более честным? Ладно, я тебя понял. Гоку, ты меня слышишь? О, привет, Кайха. Что происходит? У меня ужасные новости. Ваша битва оказала серьезное влияние на балансе во Вселенной. Потрясения, вызванные вашими столкновениями, создали пространственно-временной разлом, который высвобождает свою энергию. Мы должны найти способ закрыть его. Разлом расположен в полярной области северного полушария. Ида, возьми с собой своего друга. Вас понял, Кайха. Я найду это. Положи на меня руку. Я телепортирую нас к месту разлома с помощью своей техники. Все, я нашел. А? Вегетта? Ты здесь, Вегетта. Ты тоже почувствовал эту энергию? Я не знаю, что это такое, но будьте готовы. Продолжение следует. Вау, вот это да! Огромная благодарность автору данной анимации Этой Легван Анимейшнс. Ссылка на его патреон, донат и оригинальное видео будет в описании. Что ж, на этом третья часть битвы с Айтамой против Гоку завершается, как и их противостояние. Анимация, конечно, мне безумно понравилась, и она действительно шикарна. Этой Легван, автор анимации, проделал нереально красивую и очень крутую работу. А насчет сценария у меня есть несколько вопросов. Почему он дал выиграть Гоку? Как у Сайтамы могла идти кровь? Неужели он не знает, что Сайтама сломал свой лимит и его силы безграничны? Я думаю, что все он прекрасно знает, но не хочет принять этот факт, потому что является фанатом Гоку. Да, автор давно уже рисовал эту анимацию. Даже до выхода последних глав, где нам еще раз показали, насколько силен Сайтама. То есть, каким бы сильным ни был его противник, Сайтама его превзойдет. Все очень просто. Даже если против Сайтама будет сотни тысяч Гоку, Сайтама выиграет, потому что он запросто сможет их превзойти. Многие посчитают меня безумцем. Но вы сами подумайте, какая сила может его победить? Если бы его можно было хоть как-то победить, это бы означало, что у него есть лимит его сил. Но как мы все знаем, он его сломал, став бесконечно сильным. Вот и все. Я не хочу оскорбить автор анимации. Я просто высказываю свое личное мнение. А насчет финала третьей части, Сайтама и Гоку помирились. И своим сражением они разрушили печать, которая сдерживала бога монстров из Ван Панчмана. Ну, или они просто сломали всю вселенную. И теперь там появятся злодеи из других аниме или даже фильмов. Кто знает? У меня интересная теория. О том, что это может быть злой Сайтама. Что? Скажете вы. А я вам объясню. Злой Сайтама. Это та версия Лысика, которая в оригинальной манге осталась в том таймлайне, где космический Гару уничтожил всех героев и, можно сказать, всю солнечную систему. А Сайтама остался там один. Бродил по космосу и планетам. В надежде найти бога монстров, который и ответственен за это. Затем бог появится и запудрит его мозги. Устроив все так, что эта версия Сайтама и Гоку являются его воплощением. И таким образом злой Сайтама сразится с ними. Думаю, было бы круто на это смотреть. Но думаю, автору лучше взять персонажей из других аниме, чтобы привлечь как можно больше другой аудитории. Например, Учиху Мадару из Наруто. Ну, или даже самого Наруто и Саски. Ну, и так далее. Друзья, не забудьте написать свое мнение о битве Сайтама и Гоку в комментарии. Что ж, на этом наше видео подходит к концу. Если вы хотите поддержать меня донатом, ссылка будет в описании под видео и в закрепленном комментарии. Огромное всем спасибо за поддержку. Ну, а с вами был Аниманго. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok